Я стал гораздо больше это есть в России, потому что здесь могу себе позволить. В Мексике купи 2 гигабайт интернета для сотовых, это примерно стоит 500-600 рублей. У нас тоже как в Мексике откроешься, 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 поэтому... Hola amigos, добро пожаловать на канал Kiki Мексиканец, и у нас очень интересное видео. Сегодня я хочу поделиться с вами, какие продукты, товары я нашел в России гораздо дешевле в Мексике. И я приехал 10 лет назад. Я помню, в то время Москва считалась одной из самых дорогих городов в Европе. Мне кажется, он был на 4-м или 5-м месте после Лондона и Цюриха. И это, конечно, мне дико напугал. Курс примерно был 1 доллар со 28 рублей. Но тем не менее, я был поражен, какие-то вещи супер дешево стоят в России, несмотря на этот курс. Первое, что меня удивило, это телефонная связь. В России нереально дешево. Это не только говорю о России в сравнении с Мексикой, вообще в мире телефонная связь в России супер дешевая и качественная. Примерно, чтобы вы поняли, а в Мексике купить 2 гигабайт интернета для сотовых, это примерно стоит 500-600 рублей. Только 2 гигабайт, а когда я приехал со 300-400 рублей, у меня, по-моему, был весь лимитный интернет и куча звонков. Я был поражен. И я помню, когда ходил в магазин телефонная связь, и мне сказали, такие цены, я офигел, это так супер дешево, разве так можно? И вы знаете, до сих пор в течение 10 лет ничего не изменилось. Все мои друзья из Мексики, когда приезжают в Москву, они удивлены от цены телефонная связь. И когда путешествуют со границы, тоже замечаю, что в России, правда, очень демократичная цена для телефонной связи. И я полагаю, что, наверное, вы забыли, как жить, когда у тебя только 2 гигабайта интернета на телефоне. Конечно, YouTube не прокатит. Второе место – сигареты. Я признаюсь, я не курю, но при этом был очень сильно удивлен, какие дешевые сигареты. И очень интересно, когда мои друзья русские живут со границы, очень часто мне просят, что я купил сигареты в России, потому что, особенно в Европе, там супер дорогие. Поэтому даже это могло быть бизнес. И пишите в комментариях, если вы тоже подарили сигареты вашим друзьям, которые живут со границы. Номер 3 – отечественное лекарство. Я помню, после доктора мне сдали рецепт, то, что мне нужно купить, и там иногда было какие-то лекарства, которые стоят 18 рублей 25. И я, правда, можно так дешево запускать лекарства? Мне кажется, у нас в Мексике все дороже и все импортное. И бывают какие-то препараты, которые были произведены в России со границу. А разница цен – это просто огромная. И здесь, мне кажется, можно купить очень хорошее лекарство, дословно, со копейки, со мало-мало рублей. Не то, что есть такие препараты, которые просто потому, что они приехали из Франции, Швейцарии, стоят 10-15 раз дороже. Поэтому супер, что вы заботитесь о здоровье людей. И напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы любите иномарки или отечественное производство для лекарств. Четвертое место – подписки на музыку. Давайте четко говорим, например, подписка Аудио Аппл Мюзик. А в России стоит примерно 170 рублей, когда в Мексике она стоит почти 350, то есть почти два раза дороже. Может быть, потому что в России тоже есть Яндекс Мюзик, который составляет тоже снижать цену Аппл. И это, конечно, очень интересно, что та же услуга стоит по-разному в разных странах, а в России она очень дешевая. По-моему, в США она еще даже стоит 10 долларов. А что вы предпочитаете? Аппл Мюзик или Яндекс Мюзик? И пятое место – это ревные продукты, а точнее лосос. Я помню, когда приехал в Россию, я думал, ой, обычно есть лосос в Мексике – это супер дорого, а в России можно найти хорошие варианты, когда в Мюну включают. Даже на бизнес-лонч иногда могут подать лосос. Я думал, ооо, это действительно вкусно, полезно. И я стал гораздо больше это есть в России, потому что здесь могу себе позволить. А, также хотел включить икра. Я понимаю, что это гораздо дороже, но, представляете, в Мексике это вообще невозможно купить. Это если здесь дорого, а в Мексике это еще ультрадорого. Я понимаю, что есть разные качества, разные продукты, но я помню, что один раз сходил в какой-то кафе «Быстрое питание» и там блины с икрой. Я думал, интересно, даже на ресторан «Быстрое питание» ты можешь заказать себе блины с икрой. Я уверен, что вы вряд ли найдете блины с икрой в Мексике за такую доступную цену. Ну, я такая икра не так часто ем, хотя овощная икра... Ну, это в другом. И у меня есть вопрос, как часто люди кушают икру в России? Раз в месяц? Раз в два месяца? Раз в году? Раз в полгода? Напишите, как часто вы кушаете икру? И шестое место, вот, конечно, эти тетрадки. Ну, наверное, вы уже все про них знаете. Мне нечего сказать. За 2 рубля – быстрое решение. Даже вы мне писали, что это не только в школе пишут, а еще для работы пригодятся. Поэтому это большие мне штуки. Мы должны делать кампанию, чтобы весь мир знал, что они такие существуют. И это просто суперудобный вариант. Вы мне написали в ваших комментариях, что это изобретение Советского Союза. И смотрите, сколько лет спустя, и все до сих пор работаю и сопускаю. Так что молодцы. И седьмое место – это услуги, ЖКХ, точнее, Бады. Я был поражен, как дешево Баду может стоить в России. И как мы это можем понять? В принципе, в любом квартире есть банная. В Мексике – это вообще очень сложно можно представить, что твой дом есть баня, только если супербогатый. Обычно у всех есть просто душ, где ты стоишь, потому что вода очень дорогая. И даже в столице бывают какие-то районы, которые могут несколько дней остаться без воды, потому что не хватает на всех. А в Москве практически любая квартира есть ванная. И я сомневаюсь, что тоже часто люди принимают ванную. И до сих пор мне странно, потому что я понимаю, что я живу в России, у меня есть здесь ванная. Но я при этом не использую, потому что, не знаю, мне как-то жалко много воды. И я тоже замечал, что, допустим, когда люди моют посуду, откроют кран, и, допустим, что-то вставляют, потом уходят, вставляют, так. У нас тоже, как в Мексике, откроешься, 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 откроешься. Поэтому, да, здесь воды может быть дешево. А если не ошибаюсь, мне кажется, что даже какой-то длинный период был такой, что вы просто платите фиксированный стоимость воды. Не важно, сколько тратишь, ты постоянно что-то платишь. И поэтому не заставляется думать, что, ой, вода уходит. Ну, и сейчас другое время, и нам нужно сверечь воду. Восьмое место, как, наверное, вы догадываетесь, это, конечно, водка. В России очень дешевая водка тоже. Есть от 100 рублей до, не знаю, сколько рубля. И, кстати, очень интересно, потому что мне сказали, что особая процедура не очень сильно изменяется. Водка, которая стоит 300 рублей, от того, что стоит 2000 рублей или больше. Поэтому всегда говорят, не обязательно, что водка дорожная, это значит, что лучше. Поэтому, не знаю, тоже не очень хорошо разбираюсь с водкой. А если вы знаете, как они отличаются, тоже дайте знать. Ну, и, мои дорогие amigos, не забудьте подписываться, ставьте лайк. Ваша поддержка мне очень важна, и я очень благодарен. Спасибо вам большое. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos. Субтитры сделал DimaTorzok